В Inventor существуют файлы проекта. В проекте определяется расположение всех файлов, связанных с данным проектом. Другими словами, файл проекта определяет все файлы, входящие в определенное изделие, и исключает потерю связи между деталями, сборками и чертежами. Создадим новый проект. Нажмем «Проекты». Открывается список доступных проектов. Нажмем «Создать». Если у вас используется сетевое хранилище для хранения данных, то можно выбрать новый проект «Хранилище». Если же вы работаете за отдельным компьютером, то выбираем новый однопользовательский проект. Нажимаем «Далее». Указываем имя проекта «Уроки Инвентор». И указываем путь к папке для хранения файлов. Библиотеки оставим без изменения. Нажимаем «Готово». Создается новый проект. Закрываем. Создадим новую деталь. При создании детали она создается в текущем проекте в указанной папке. Сделаем данную деталь параметрической. То есть управление размерами детали будет управляться параметрами. На вкладке «Управление» откроем «Параметры». Здесь отображаются все параметры модели, а также пользовательские параметры. Добавим пользовательские цифровые параметры. Для первого параметра введем имя L1. В графу формула внесем значение 200. В примечание запишем «Длина 1». Создадим еще один параметр с именем L2. Значение 300. Примечание «Длина 2». Третий параметр назовем H1. Значение 10. В примечании запишем «Высота». Далее создадим параметр D1. Значение 8 миллиметров. Примечание «Диаметр». Еще один параметр LD1. Значение 15 миллиметров. Примечание «Длина до отверстия 1». И последний параметр LD2. Значение 20 миллиметров. Примечание «Длина до отверстия 2». Примечание «Длина до отверстия 2». Примечание «Длина до отверстия 2». Закрываем параметр. Нарисуем в эскизе прямоугольник. С помощью зависимости вертикальности и горизонтальности выровняем его относительно начала координат. В качестве длины горизонтального отрезка введем L1. В качестве длины вертикального отрезка введем параметр L2. Теперь размеры сторон соответствуют введенным параметрам. L1 и L2. Принимаем эскиз. Изменим имя детали. Параметрическая деталь. И сохраним ее. Выбираем операцию «Выдавливание». В качестве расстояния выдавливания введем H1. Нажимаем ОК. Эскиз выдавился на расстояние H1. Заданное в параметрах. На передней грани детали создадим эскиз. Поставим четыре точки, которые будут определять центры отверстий. Выровняем точки между собой с помощью зависимостей вертикальности и горизонтальности. Поставим размеры от граней до точек. Вместо размера введем LD1. Второй размер укажем равным первому. Расстояние от боковой грани LD2. Последний размер укажем равным предыдущему. Принимаем эскиз. Выбираем операцию «Отверстие». Отверстия располагаются по точкам эскиза. Выберем ограничение насквозь. В качестве диаметра отверстия введем параметр D1. Нажимаем ОК, видим созданное отверстие диаметром 8 мм. С помощью проверки расстояния можно проверить, что размеры деталей соответствуют введенным параметрам. С помощью проверки расстояния можно проверить параметры предыдущего положения. то можно увидеть, что помимо пользовательских параметров появились параметры модели, которым присвоены значения пользовательских параметров. Сделаем деталь параметрической, то есть зададим различные размеры для нескольких исполнений этой детали. На вкладке «Управление» панель «Разработка» нажмем «Создать параметрическую деталь». Можем увидеть строку для первого исполнения, в которую уже внесены пользовательские параметры. Сюда же можно добавлять другие параметры из модели или удалять ненужные. Создадим еще одно исполнение детали. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на номер строки. Нажимаем «Вставить строку». Вставилась строка с такими же параметрами, которые можно отредактировать. Введем L1-250. L2-250. H1-15. D1-12. L1-15. L1-25. L2-25. Вставим еще одну строку для третьего исполнения детали. Введем следующее значение. L1-300. L2-450. H1-20. D1-15. LD1-40. И LD2-30. Нажимаем «Ок». В браузере значок деталей изменился на значок параметрических деталей. И появилась таблица исполнений. Откроем свойства инвентора. И на вкладке «Физические» зададим материал «Сталь низкоуглеродистая». Теперь можно определить массу детали. Двойным щелчком мыши выберем второе исполнение. Открыв свойства инвентора, можно увидеть, что масса соответственно пересчиталась. Выбираем третье исполнение. Видим, что масса соответственно изменилась и для него. Сохраним деталь. И закроем ее.